Наши мозги не являются безупречным инструментом для познания окружающей реальности. Есть уязвимости нашего мозга, но мы склонны к негативным когнитивным искажениям. Вот, например, в случае с астрологией, люди очень склонны к такому эффекту психологическому, который называется эффект Барнума или эффект Форера. Бетрам Форер такой психолог, он взял группу студентов, разбил их... Дорог каждому пройти тест личности, а потом дал им описание личности, просил поставить оценку там от 4 до 5, насколько тебе это подходит. И большинство поставили оценку 5 по 10 баллях, примерно 4 или 5. А потом выяснилось, что всем дали одно и то же описание, взятое из газетного гороскопа. Это вот такой интересный факт про человеческое мышление, который является такими входными воротами для огромного количества разных направлений псевдонауки. Обычно еще люди лучше замечают то, что совпало, чем то, что не совпало. Тоже так устроен человеческий мозг. Мы легко подмечаем закономерности, даже там, где их нет. И все, и человек в это уверовал. И дальше он становится в каком-то смысле носителем вот такой вот ошибочной идеи. И дальше он будет ее тоже распространять. И она вот как вирус распространяется среди других людей, которые к этому восприимчивы. Вера – это принятие чего бы то ни было с большей уверенностью, чем это следует из формально-логических и, естественно, научных доказательств. Вот. То есть, по своему определению, вера – это ошибка мышления. Я считаю, что принимать что-либо нужно с той уверенностью, которая соответствует имеющимся у нас доказательствам, доказательствам не больше и не меньше. Ну, вера говорит, что она не нуждается в доказательствах. Ну, вот этот тезис, мне кажется, он является очень хорошим способом обосновать все, что угодно. Можно, я могу сказать, существует. Ну, там какие-то заговоры рептилоидов, которые живут в центре Земли полой, и они управляют мировым правительством, которое съедушно кто-нибудь. Ну, вот, если условно. И дальше я говорю, что это моя вера, и она не нуждается в доказательствах. Ну, есть же люди, которые верят в это. Ну, конечно, есть.